Всем привет! На ваших экранах Сити Скайлайн, часть 2. И мы с вами продолжаем строить наш новый город. Итак, дорогие друзья, мы с вами понемножечку да потихонечку начинаем разрастаться. Вопрос, вопрос, что бы нам добавить еще? На самом деле, денежек у нас не так и много, 13 тысяч. За 13 тысяч мы можем попробовать порешать. Так, а что мы можем попробовать порешать? Поликлиника у нас уже стоит. Пожарного депо у нас с вами нет. Стоимость 12 560 уходит у нас в неделю. На самом деле, это очень большая сумма. Ну, насколько я понимаю, потому что мы всего 971 зарабатываем. Вот, а нам 560 сейчас в неделю нужно будет отдавать. Но, с другой стороны, без пожарного депо мы с вами тоже обойтись. Ну, наверное, никак не сможем. Единственный вопрос по тому, куда мы его поставим. Так, ну, скорее всего, здесь, да. Смотри, как шикарное место. Давайте ставить. Все, денег у нас 3000, себе мы позволить особо ничего не можем. Блин, и у нас туман. Прям вот туман стелется. Город видно максимально плохо. Так, еще у нас, смотрите, просадки по электроэнергии. Блин, это вообще плохо. Так, ну, проблемы, это довольно-таки тоже интересно. 20 мегаватт производства. А-а-а, смотри-ка, что, ветер. Ветер у нас опустился туман. Ветер у нас подупал, и пропало у нас электричество. Это дико как плохо, а новую мы построить пока не можем, потому что у нас не хватает с вами денег. 6000 стоит, 3700 у нас есть. Блин, ребята, извиняйте, придется тянуть, я не знаю. Ждем, пока у нас 3000 еще накопится. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем, но, но. Как вы заметили, у нас пропал туман. С этим туманом играть невозможно. У меня почему-то карта именно прям туманная. Постоянно все закрыто, постоянно все очень плохо видно. Пришлось мне поставить мод, который убирает просто туман на горизонте. Вот, замечательная штука. Мне намного проще, легче и интереснее сейчас на самом деле играть. Вот, спасибо большое разработчикам. Жалко, что разработчики самой игры не добавили такую функцию в настройках. То есть, чтобы зайти и отключить, допустим, эффект этого тумана, потому что сделали карту, туман постоянный и играть очень, на самом деле, тяжело. Так, но денег у нас с вами 4300 потихонечку прибавляется. О, ребят, здесь большие-большие проблемы с электроэнергией. Она то есть, то нет, вообще очень непонятно. Так, но у нас с вами большая потребность в жилых зонах, как мы это с вами знаем. Поэтому давайте, давайте мы будем заселять людей, да, побольше. Чем больше жителей, тем больше, как говорится, наш бюджет. Вот, увеличивается, как говорится, казна. Мы можем позволить себе намного больше. Вот, в прошлой серии я вас спрашивал, блин, где найти вот этот вот инструмент, чтобы терраформингом заниматься. Оказалось, здесь даже написано достигнуть численности населения в 1300 человек. Ну, вот, как говорится, кто бы мог подумать, никто. Я думал, терраформингом можно заниматься с самого начала. Ну, почему бы, как говорится, и нет. Так, домики у нас потихонечку растут. Домики растут большие. Так, семей 0 из 3. А почему так? Мне казалось, что если дом у нас с вами строится, то как минимум одна семья должна в нем жить. Так, ну, электроэнергии у нас сейчас все будет меньше и меньше, хотя ветер у нас усилился. У нас город, с вами представьте, живет чисто от ветра. Электропотребление 21 мегаватт, 24 мегаватта мы выделяем с вами с помощью ветра. Но еще один ветряк нужно будет поставить. И, возможно, возможно, все-таки угольную станцию мы с вами где-нибудь вот здесь поставим. Ну, потому что, я так понимаю, на одном ветре мы с вами долго не протянем. Поэтому давайте, наверное, сделаем еще разметочку под город. Да? Почему бы нет? Денег, конечно, затратим немножко, немножко денег затратим. Но в любом другом случае у нас хотя бы появятся жители. Небольшой прирост, я думаю, это тоже дело очень хорошее. Плюс к этому всему давайте, наверное, вот здесь вот мы разметим еще с вами одну зону. Ну, возьмем коммерцию. Так, коммерция, здрасте. Потому что у нас тоже потихонечку, помаленечку, но растет. Растет заинтересованность в этих зонах. Так, добавим сюда-сюда. И, возможно, возможно, на эту сторону. Да? Но хотя... Хотя, не знаю, я хочу, чтобы при выезде из города пробок было, ну, поменьше. Немножко поменьше, чтобы людям было попроще. Так, ну, давайте, наверное, вот здесь вот мы еще поставим. Коммерция. Да? Пусть она будет. Верхняя часть города. Коммерция, пожалуйста. Нижняя часть города у нас все-таки для людей. Так, блин, а деньги, деньги-то уходят. Деньги-то уходят, а новых-то денег у нас не прибавляется. Что ты будешь делать? Ну, так, давайте еще, наверное, вот здесь вот зону расчертим. Да? Да. Поджилые здания. Я надеюсь, у нас все получится. Так, ну, немножко, совсем чуть-чуть подождем, пока у нас накопятся деньги хотя бы на один ветряк. Так, дальше мы посмотрим, что нам делать. Итак, деньжат мы с вами накопили. Это очень хорошо. Давайте поставим, я на самом деле что-то так давно не ждал денег. Ну-ка, посмотрим, у нас максимум 8, да, мегаватт? И что-то очень тяжело было накопить прям эти 6 тысяч. У нас больше было расходов, чем доходов. Это, конечно, максимально неприятно, но... Да, видите, у нас пожарная безопасность сожрала 560, по-моему, да? Да, давайте еще раз посмотрим на всякий случай. Да, 560 в неделю при доходе нашем в 1000. О, нам было очень тяжеловато эту неделю прожить, даже больше. Я так понимаю, мы около месяца жили, собирали эти деньги. Ну, они как бы пролетают очень быстро. Но, но, теперь у нас не должно быть каких-то проблем по электричеству. 23 мегабайта, 32 мегабайта. Немножко, видите, еще колеблется это дело в зависимости от ветра. Вот поэтому мы с вами будем копить... Я сейчас даже скажу. Где, где, где? 19 тысяч на угольную все-таки электростанцию. Угольная электростанция нам нужна. Мы ее поставим в промышленном с вами районе. Вот. И у нас, опять же, потребность только в жилых. В жилых районах, секциях, помещениях. Как вы это ни называйте. Но нам нужны люди. Нам нужно 1300 человек, чтобы у нас открылось, на самом деле, много всего. И терраформинг, и, я так понимаю, сельское хозяйство у нас тоже открывается на 1300. Поэтому будем с вами строиться. Видите, насколько быстро дома вообще заполняют нашу территорию. Блин. Ну, городишко, да, развивается. Тут куда ни крути. Давайте посмотрим. Может, мы еще по дорогам сможем как-то вот в эту сторону вытянуть город. Так. Где-то вот так. Поставим, наверное, вот здесь одну дорожку. Ну, она просто у нас будет на въезд. Без выезда. Так. И здесь я хочу еще вот так вот разбить, попробовать. Место уже занято, да? Почему? Давайте, ладно, вот так вот поставлю райончик. С этой стороны он будет у нас к школе подходить. Вот. А все остальное мы с вами сейчас разметим под жилые зоны. Так. Здесь поставим, здесь немножко. И вот тут тоже мы все под жилые зоны с вами забираем. Вот здесь мы поставим немножечко совсем коммерции, потому что она у нас как бы требуется. Ну, пусть, ладно, здесь и остается. Ого-го-го-го. Поздравляем. Смотрите, что, маленький городок. Достигнула, достигнута численность населения 1300. Это у нас парковые зоны, промышленные районы, рельеф, политика мероприятия. Интересно. Парки, площади, промышленные районы, уникальные сооружения второго уровня. Много чего по политике у нас. Новые дороги. Парки, тротуары, дорожки. Вот. Новые каналы. Новые ограждения у нас с вами появились. И новые здания. Новые здания, но это в основном парковая местность. Правильно, складские площадки, парковое депо, высшая школа искусств, спортзал, японский сад. Ну, почему бы, как говорится, и нет. Так, из уникальных у нас, у нас еще, ну, у нас все не открыто из уникальных. Да, да. Вот, но у нас есть некоторые с вами продвижения, давайте смотреть. У нас, кстати, немножко денег прибавилось. Я так понимаю, нам за каждое достижение, да, еще дают деньжат. Потому что у меня внезапно появилось 25 тысяч. Вот, это меня не может не радовать. Мы с вами сейчас поставим угольную электростанцию, как я и хотел. Так, а вот здесь и место, здесь и самое место. Все, возле склада у нас с вами теперь будет угольная электростанция. Хотя я не посмотрел, сколько она потребляет денег. 560 в неделю, в принципе, ничего. Вот, и выходная мощность 40 мегаватт. 40 мегаватт, у нас получается 72 из 27, это шикарно. Все, ребята, на какое-то время мы можем абсолютно забыть про то, что нам необходимо... Подожди, здесь нет водоснабжения. Что нам необходимо электричество. Так, ребята, все это я вам вернул. Пожалуйста, наслаждайтесь водой, чистой родниковой. Опять же, у нас открылась парковая зона. Парковая зона нам прибыль, я так понимаю, не приносит, да? Ну, давай посмотрим. Так, стоимость уход 24 в неделю. Маленькая игровая. Так, электричество еще 16 кВт она у нас ест. Вот, вместительность посетителей 75 штук. Насколько ты большая? Ты, в принципе, вообще не большая. Но у нас в любом случае большая нехватка развлечений для людей. Поэтому давайте мы где-то вот здесь вот поставим парк. Пусть он будет. Он очень скудный, да, на весь этот городок. Но ладно. В любом случае люди пусть приезжают. Кто-то захочет, погуляет. Кто не захочет, гулять, соответственно, не будет. Так, и давайте еще посмотрим вообще, что у нас открылось. По пожарным у нас... А, нет, это по здравоохранению. Это у нас спортзал. Стоимость 120 тысяч. Вы, я рехнули, что ли? Какие 120 тысяч? У меня нету таких денег. Так, и по обучению. Смотрите, у нас есть высшая школа 24 тысячи. Вот это более реалистично. Публичная библиотека 22 тысячи. 12 районная школа. Это у нас была. И высшая школа искусств 30 тысяч. Давайте на высшей школе мы с вами сейчас пока остановимся. Это у нас будет, так сказать, цель номер один. Стоимость 24,560 в неделю. Но у нас пока тысяча, конечно. Это немного, но это все, что у нас с вами есть. И нужно посмотреть, куда мы можем наш район еще дальше расселить. На самом деле, хороший вариант еще сделать вот здесь, с этой стороны, какую-то часть города. Но, возможно, туда у нас пойдет высокая плотность и застройка. Вот, поэтому сейчас, ладно, пока мы будем с вами обживать вот эту часть. Хотя, хотя, знаете что? Мне еще нравится вот этот склон. Возможно, здесь можно будет еще сделать какую-то часть города, чтобы у нас не тыкать все в одно и то же место. Так, и еще у меня был, знаете, вопрос такой к вам. Терраформинг, правильно? Да. Давайте попробуем сравнять. Мне нужно дичь. Что такое дичь? Ну, я что-то раньше не видел такого здесь. Так, выравнивание ландшафта. Я вот здесь, помните, хотел выровнять ландшафт, потому что, ну, у нас как-то вообще плохо здесь вся эта ситуация смотрелась. Так, ну-ка. Поднимает. Ну, совершенно да слегка. Ну-ка. Так, давайте вот здесь закроем. Так, размер кисти чуть побольше. Да. Так будет хорошо. А деньги у нас при этом тратятся? Потому что я не хочу тратить деньги. Но я хочу очень выровнять вот эти вот каскады, которые у нас здесь образовались. Ну, вот если мы берем по отношению к дороге. Нет, это наоборот нам как-то убирает, да, здесь все. Ну-ка, вот так. Ну, потому что здесь есть некоторые парковки, которые, ну, прям ужасно смотрятся. Вот это вот что такое, скажи мне. Как вот здесь можно парковаться? Ну, вообще никак. Блин. Ставят они меня в тупики. В тупики да в неловкости. Так, с другой стороны, у нас места, на самом деле, для города не так и много. Нам бы, по-хорошему, может открыть какую-нибудь клеточку. А у нас есть вообще такая возможность? По открыванию клеток нам дали хоть одну? Я бы, на самом деле, переходил вниз и, возможно, через гору. Так, купить за 5 тысяч. В принципе, мы с вами можем это сделать. Так, подходящая площадь для сооружения 64%. Здесь 78%. И вроде как к дороге идет ближе. Здесь 48%. Здесь нам неинтересно. И с этой стороны 73%. Давайте пойдем, наверное, вниз. Правильно? Ну-ка, я смогу купить? Да! Шикарно. Так, ребята, и мы потихонечку тогда начинаем спускаться вниз. Потому что вот этот вот район я очень сильно хотел бы видеть в своих владениях. Так, а мы можем? Подождите. Допустим, если выровнять, если я нажму здесь, размер кисти прям побольше. У меня же не будут тратиться деньги на терраформинг. Так, 4900. Да? Все хорошо? Все хорошо. У нас не берут деньги за терраформинг. Вы представляете? Это шикарно. Это прям какое-то гребанное чудо. Все. Вот здесь тогда мы с вами и построим наш новый будущий город. Наша деловая сила, так сказать, будет находиться здесь. Так. И с этой стороны мы тоже с вами сейчас все углубим. Да, шикарно. Здесь мы тоже оставим место под город. Речка пусть у нас остается. А здесь с этой стороны нам нужно сгладить. И как-то с вами сейчас каскадами попробовать спустить вниз сюда дорогу. Так. А где у нас сглаживание было? Ну-ка. Ну вот так вот, да. Слегка нам нужно сгладить. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да. Мне кажется, выглядит замечательно. И будущее наше, и прошлое. Так. Что у тебя с водой проблемы, да, дружочек? Ладно. Ладно. Ты у нас один прям не пришей. Ни к чему стоишь, да? И у тебя проблемы с водой. Ну хорошо. Мы тебе решим эти проблемы. Вот. А сами будем двигаться вниз. Но вопрос, вопрос откуда? Нам, наверное, вот с этой стороны где-то нужно будет такую артерию выдернуть, да, и спустить ее. Это, конечно, все занятно и интересно. Так. Но нам еще в любом случае нужны с вами какие-то жилые зоны. Потому что народ у нас требует. Он хочет жить, он хочет селиться. Вот. А этого мы пока ребятам предложить не можем, к сожалению. Так. Поэтому. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я хочу и вот здесь немножко терраформинга добавить. Размер кисти сделаем поменьше. Ай-яй-яй-яй-яй. Не то, не то. Вы что? Вот так вот. Нет. Надо равнять по дороге, да? Блин. А по дороге тоже не очень хорошо равняется. Ладно. Подожди, мы уберем. Мы уберем все, что накосячили. Так. Вот с этой стороны я просто хотел. Сила кисти. Давайте немножко уменьшим. Ну-ка. Нифига себе уменьшили. Она прям намного сильнее стала. Ладно, ладно. Подождите. Все. Я не буду трогать. Вам здесь все портить. Поэтому давайте вы просто здесь у нас заселитесь и сами себе все это дело подравняйте. Да? Да. Я думаю, вы справитесь. Пусть у нас будут небольшие неровности. Здесь я пока лазить не буду. Ну, у нас есть там внизу все четенько, все идеальненько. Вот. Мы будем с вами потихонечку туда спускаться. Но, кстати, у нас же есть еще по дорогам. Мы можем шоссе туда провести. Да? Средняя дорога, широкая дорога, шоссе. А, вот. Шоссе у нас с вами не открыто. Поэтому мы с вами в любом случае строимся здесь. Ждем, пока у нас откроется шоссе. Вот. И тогда мы хорошую нормальную дорогу сможем вывести туда куда-то вниз. Правильно? Правильно. Я тоже так думаю. У нас с тобой идеи просто замечательные. Так. Ну, вот эта вот квадратная районная застройка, ну, меня, конечно, не сильно радует. Не сильно радует. Это что бы, что бы с этим сделать нам? Пам-пам-пам. У нас есть что-то по паркам интересное, что мы можем с вами построить? Так. Кстати, парковые дорожки с украшениями у нас появились. Парковый забор. Ну, вот. Парковая дорожка. В принципе, мы можем. Мы можем с вами вот в этой части сделать что-то парковое. Так. Это у нас уже от зоопарка идет ситуация. Природный парк. Реквизит. О, реквизит вообще замечательно. Так. Здесь у нас ничего особо не открылось. Да. Да, ребята, тишь да гладь у нас на самом деле. Будем пока с вами строить районы. Будем строить районы, потому что на остальное у нас с вами пока не хватает денег. Так. Здесь, наверное, здесь как разделить небольшими квадратами? Возможно. Возможно, было бы интересно. А возможно, давайте сделаем вот такое неоднозначное решение. Мы сделаем вот так дорогу. Сделаем вот здесь вот на выезд дорогу. Вот. А все остальное мы с вами просто засеем. Да? Да. Ну, чтобы у нас райончик немножко как-то выглядел по-другому. Итак, у нас помаленьку с вами растет потребность в зонах коммерции. Давайте, наверное, вот с этой стороны мы сделаем вот таким вот образом дорогу. Мне кажется, под коммерцию она очень хорошо подойдет. Вид здесь довольно-таки шикарный. Вот. И разместим еще несколько... Несколько вот так вот дорог. Немножко вглубь. Вот. Но будет выглядеть это уже как бы получше, неплохо. Так. И одну дорогу мы уводим сюда. В эту сторону. Давайте посмотрим. Здесь мы сделаем с вами коммерцию. Ну, подожди, подожди. Нет, нет, нет. Ну, маленькую ты такую в одну клеточку, наверное, я надеюсь, не сделаешь. Так. Чтобы у нас просто электричество с вами нормально забиралось, давайте начнем отсюда, со стороны города. Вот. А потом уже будем продолжать с той стороны. Плюс у нас нужна промышленная часть. Промышленная часть потихонечку растет, потому что у нас, видите, мы построили очень много жилых зон. И есть такой небольшой спад. Есть небольшой спад. Это на самом деле хорошо, потому что, ну, строить только дома, наверное, для города не очень хорошим решением. Так. А что? Что тебе здесь мешает? Ничего? А, недостаточно денег. Да ладно. Да ладно, ребята. Ну, вы чего? Что? Что? 280. Ну, вот так вот даже мы сделаем. У нас уже не хватает денег на дорогу. Но мы сейчас с вами тут в просаг попадем, на самом-то деле. Меня это не очень устраивает. Так, ладно. Промышленные зоны, ребята, давайте строим, потому что, ну, как это? Нам нужны деньги. А деньги у нас что делает? Либо промышленность, либо торговля. Правильно? Нам, конечно, можно еще попробовать поставить какие-нибудь политики. Да. Ну, меньше потребления электроэнергии. Возможно. Возможно. Как вариант. Так. А что у нас есть вообще по политикам сейчас с тобой? Так, по политикам у нас есть экономия энергии, экономия воды, установка датчиков дымов, запрет на домашних животных, запрет на курение, парк и оздоровительные зоны, школы достаточно. Что значит школы достаточно? Горожане предпочитают работать и не учиться, поэтому в университеты поступать только незначительная часть населения, самые способные. Блин, нет, наверное, нет. Так. Предпочтение паркам, чистые парки. Но у нас на самом деле нет ничего такого, на что мы можем надавить и сказать, ребята, платите нам, ну, чутка побольше, да? Единственное, что мы можем экономия энергии с вами выделить. Дождь пошел. Так, но по электроэнергии у нас пока все супер, да очень хорошо. Поэтому мы просто ждем. У нас, ну, денег 1260, в принципе, в неделю. Надо просто ускорить чуть-чуть. У меня постоянно, да, периодически слетает. Вот, 1700 человек. Нам нужно до нового, до новой разблокировки 2400. В принципе, не так много и не так и мало. Блин, дождь какой сильный, слушайте, пошел. Так, у нас опять возросла потребность в жилых зонах, но пока нет. Давайте мы будем все-таки нашу коммерцию, коммерцию немножко делать больше, потому что, ну, коммерция нам нужна. Она нам приносит деньги нашему городу. Жить, конечно, тоже людям надо, но извините меня, извините меня, дорогие. Мы не можем набирать население, вот. А денег у нас как-то больше с вами не становится. Опотребляйте вы все-таки электроэнергию и все вот эти вот дела. Так, коммерческие зоны у нас опять пошли в гору, потому что здесь, здесь нехватка воды. Да, я думаю, что такое, почему, да как. Давайте поставим, хорошо, водопровод, ребята. Простите, все, подключили, торгуйте, продавайте, изготавливайте, возите. А, кстати, чем они у нас тут занимаются? Германс Лимитед, фабрика Бокс Фактори, фабрика Айскюб. Так, прикольно. Здесь, наверное, рыбчик пишут. Так, давайте посмотрим. Мы еще можем немножко, да, сделать нам зон. Давайте вот это, вот это и вот это мы заберем. Так, а с этой стороны, в принципе, мы можем сразу, я думаю, сейчас закрыть все потребности вот таким вот способом. Потому что дальше в гору мы уже не пойдем, а здесь, ребята, вы можете застроиться прям плотничком, чтобы все у вас хорошо было. Так, что касается загрязнений. Загрязнений у нас, кстати, немного есть. Давайте посмотрим, где это было. Загрязнение по воде, возможно, да? Ну, загрязнение по воде, на самом деле, не показывает зоны ветровые. А, вот они, вот, загрязнение. Все это у нас уходит в большую реку и туда. Но воду в любом случае мы, как бы, чистую с вами получаем. Так, по пожарной опасности у нас тоже все хорошо. Преступность у нас низкая с вами. Так, население. Население, это понятно. Природная, башни связи, ценность земли. Ну, это тоже понятно. Так, доступны природные ресурсы. Так у нас, да, действительно, мы с вами здесь на куске нефти тусуемся. Если нам сейчас открыть какие-то нефтяные маневры, мы могли бы, наверное, все-таки немножко больше с вами заработать для нашего города. Да? Ну, то есть, если вот с этой стороны где-то мы построим нефтебазу, то мы испортим всю экологию вообще нахрен, да? Да, возможно, оно так и будет. Кстати, у нас гроза, а от грозы бывают пожары. Так, не хватает у нас рабочих. Десять тысяч у нас есть, а на школу нам надо было с вами 24. 24 высшая школа стоит. Ну, блин, что поделать? Нет у нас пока с вами таких средств до ресурсов. Блин, он все-таки построил, ты смотри, что. Коммерция в один кубик. Я думал, такой не будет, но он есть. Кафе, кружка, кофе. Ну, в целом, мне кажется, неплохо. Мне кажется, неплохо и очень хорошо, что у него есть свой доступ к электроэнергии. Прям на самом деле прям шикарно. Так, давайте, ладно, мы сделаем еще одну раздреновочку. Под коммерцию, потому что она у нас требуется. Требуется, но рабочих не хватает. Рабочих не хватает, не хватает еще зон, да, у нас с вами. Так, давайте вот здесь попробуем сделать сейчас тогда дорогу. Здесь, правда, шумно от ветряков, но что делать? Районы, мне кажется, у нас должны быть всякие разные. Кто хочет, допустим, жить в шумном месте, пожалуйста. Пусть живет в шумном месте. Так, ну, у нас хотя бы на дороге есть деньги, это уже меня радует. Так, а здесь я бы, наверное, хотел закруглить. Закруглить вот так вот дорогу. Да. И поставим вот так. Вот, кто-то захочет, будет жить у нас прям с видом на город. На будущий красивый. Так, давайте, ладно, смотреть и размечать ребятам зоны. Мы прям вот так вот возьмем побольше, даже вот так вот возьмем. Все, а вот это место, возможно, либо под коммерцию мы с вами отдадим. Да. Либо мы, наверное, вот эти лэпы потом поубираем. Да, лэпы можно, наверное, в принципе, и сейчас уже убрать. Что думаете? Блин, ну, у нас опять по рабочим все плохо. Большой недостаток. Ну, мы пытаемся, пытаемся, ребята. Доступность вакансии 11. Да. Так, у нас с вами здесь вода не проведена. Давайте поставим воду. Так, вакансии у нас есть, у нас нету людей. Людей у нас нет образованных. Но мы, опять же, ждем, пока у нас будут деньги на школу. Будут деньги на школу, на университет. Как-то, я думаю, мы с вами потихонечку досправимся. Так, ну и можно, наверное, уводить город чуть ниже. Правильно? Потому что наша цель-то, она вот-вот здесь, вот. Большой деловой район, центр. Так, а здесь у вас какие проблемы? Тоже недостаточно образованных работников. Па-па-пам! Прям вопрос. Так, ну давайте лэпы мы уберем. Они нам уже не нужны. Я так понимаю, город в любом случае у нас уже разросся настолько, что он у нас должен доставать. Да, и без этого всего. Достает, достает. Здесь он цепляет, там он цепляет. Здесь у нас все проведено. Блин, у нас начали исчезать промышленные строения. Заброшена фабрика. Печаль. Ладно, ладно. Давайте как-то выбираться, пробовать из этого кризиса. Строим еще дороги с вами. Так, нам нужна здесь ровная. Ровная, красивая дорога. Давай отсюда даже начнем. Вот так вот. Здесь мы ее соединяем. И отсюда проведем мы еще одну дорожку. Да, будет смотреться довольно-таки хорошо. Плюс ко всему вот здесь. Вот здесь мы тоже закроем с вами район. Так, и поставим еще вот так дорогу. Все, а здесь мы оставляем с вами лэпы. А, не лэпы, ведровики. Ведровики, ну ты понял. Ну ты же понял, что я хотел этим сказать. Вот что начинаешь. Так, здесь все, все отдаем под жилую застройку, ребята. А вот с этой стороны у нас коммерция. Без коммерции мы вообще никуда никак, потому что это наши основные с вами деньги. Ну-ка. Так, вот здесь коммерция, вот здесь коммерция. И вот здесь. Так, коммерция пока вот таким образом здесь особнячком стоит. Никому вроде не мешает. Так, все оставили, да? Да. Так, население 2200. Я так понимаю, мы сейчас с вами еще получим новое достижение в 2400. И дело, ну должно, должно еще как-то сдвинуться. Возможно. А, мы, кстати, там сельское хозяйство с вами получим. Поэтому можно попробовать будет что-то сельское и хозяйственное выращивать. Так, ну здесь, в принципе, новые какие-то здания у нас построились. Frank Fish Stick, фабрика, которая вот здесь вот у нас заглохла. Открылась новая. И в красивом здании еще. Так, Germans Limited. Ребята, я надеюсь, проблем у вас пока не возникнет. Так, тебе нужно водоснабжение. Ну что ж такое-то? Все. Закрыли вопрос по воде. Давайте ждать, 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 ждать. Нам осталось совсем немного. Высшая школа. Да, и пока она у нас не пропала, мы, ребята, с вами ее строим. Строим, наверное... А где бы ее построить, чтобы цепляло максимально много? Так. На самом деле, я бы хотел вот с этой стороны. Но как-то очень немного населения оно у нас цепляет. И много района. Давайте, наверное, сюда. На выезд-то, если здесь... Блин, у нас она очень мало. Очень мало занимает. Нет, точнее, места-то она занимает у нас много. Охват у нее небольшой. Хотя, если нам ее поставить сюда... Здесь у нас вот два здания коммерции, два здания домов. Но я думаю, ничего страшного, если у нас два дома пойдут под снос и одна коммерция. Зато мы поставим с вами школу, которая будет цеплять почти весь район. Давайте так и сделаем. Главное, чтобы у нас учились, университет работал хорошо. А не университет, а школа, школа, пардоньте. Сразу учащихся у нас 68, вот, 101. И начинает, да, все в гору растет. Учащихся 130, 147. Учеников старших классов в городе 182. Замечательно. Таким образом, у нас с вами, во-первых, бюджет пошел в гору. 1900 мы с вами уже получаем. Вот. И у нас открылась школа. Школа эта замечательно. Так, а если мы с вами, кстати, начальную воткнуть мы пока не можем. У нас денег нет. Начальная. Так, публичная библиотека, это понятно. Районная школа. Небольшая уютная районная школа. Здесь дети местных жителей получают базовое образование. Альтернатива обычной школе, начальной. Так. Ну, у нас выходит 240, а начальная школа 160. 160. Да. Так, это, подожди, это публичная библиотека. Вместимость студентов 250, а здесь 300. Блин, и как там лучше сделать? Я просто не понимаю сейчас, какая лучше. Потому что начальная школа, но он пишет вроде как альтернатива. Да, ну туда и вместимость у нас больше. Что в районную 250, в эту 300. Так, а районная школа у нас, в принципе, есть вот здесь, да? Я просто хочу еще куда-то сюда поставить. О, поздравляем! Развивающийся городок. Достигнута численность населения 2400. Так, разблокированы у нас клетки новой области, общественный транспорт появился, такси, экскурсии, почтовая служба, пешие экскурсии, автобус, паром, промышленные специализации, горнорудная промышленность. Так, новые дороги. Это вообще замечательно, потому что у нас появились шоссе. Новые здания, такие как кладбище, детская больница, автобусное депо, автобусное депо на биотопливе. Вот это интересно. Почтовое отделение, маленький склад. Ну, ребят, мы с вами как минимум растем. Так, ну, нам еще дали с вами бонус по деньгам. Давайте мы поставим сюда еще одну районную школу. Ну, почему бы нет? Мне прям хочется. Давайте поставим районную школу и на сдачу, может, публичную библиотеку с вами возьмем, а? Ну, вот что думаете? Я думаю, она нам нужна. Блин, здоровая какая, зараза! И куда мы с вами сможем ее поставить? Площадь у нее, на самом деле, не очень большая, но, но. Мне нравится, знаете, еще вариант, что мы можем с вами поставить кладбище. Кладбище, оно, на самом деле, очень сильно улучшает настроение у людей, как бы оно тебе ни казалось. Так, а сюда мы его поставить не сможем, да? Пам-пам-пам. Я вот думаю просто, куда нам с вами увезти районное кладбище. Давайте, наверное, его сделаем вот так вот. На выезде из города мы просто отдельную ветку для него с вами приспособим. Ну-ка, да. Все, людей оно радует, на самом деле, и по всему городу. Ну, потому что у нас в любом случае ход жизни таков, что люди сейчас начнут у нас потихонечку умирать, стареть. Вот, без этого мы никуда не денемся. Блин, не хватает здесь электричества. Электричества не хватает, поэтому мы с вами здесь, наверное, поставим бизнес-район. Правильно? Правильно. Потому что людей мы рядом к кладбищу селить с вами не будем, вот. А бизнес у нас с вами будет развиваться в любом случае. Сейчас появится несколько домиков. Так, у нас опять скорость слетела. Возвращаем ее на круги своя. Я думаю, то, что на кладбище нет электричества, оно немножко потерпит у нас, правильно? Пока разрастется здесь все остальное. Это у нас не самое, как говорится, важное. Так, давайте еще посмотрим, что у нас есть. Центр переработки отходов. Это все замечательно. Вот, теперь мы можем с вами делать производственные цепочки. Это вообще очень круто. Создание промышленного района. Блин, добывающие здания, перерабатывающие здания. На самом деле, тут у нас очень много всего на ближайшее время планируется. Так, маленький склад, большой склад. Кстати, по автобусам. Я бы хотел все-таки поставить нам автобусное депо. Так, куда бы его воткнуть, чтобы оно хорошо смотрелось. Наверное, вот сюда, да? Здесь мы все равно особо строиться не будем. Здесь очень большой уровень шума за счет ветровиков. Так, давайте мы поставим особо... Блин, 30 штук оно стоит. Ладно. Ради такого дела почему бы и нет. Так, экскурсии. Это у нас понятно. Автобусы тоже очень хорошо. Автобусное депо у нас с вами есть. Сколько у них потребления? Уход 960 в неделю. Блин, ну это много, конечно. Ладно, нам нужно сейчас с вами с этим автобусным депо разобраться. Обзор маршрутов. Давайте посмотрим, сколько мы можем здесь и чего запустить. Так, автобусные маршруты. А, нам нужно же поставить сначала остановки, чтобы автобусные маршруты нам с вами соединить. Так, где у нас автобусные остановки? Нет, это у нас достопримечательности. Это все понятно. Вот, автобусный маршрут. Замечательно. Так, мне бы хотелось соединить в первую очередь школы. Так, одна школа у нас с вами здесь находится. Одна школа у нас находится с вами здесь. Хотя у нас здесь еще где-то был медучреждение. Потом мы берем с вами вот здесь вот школу добавляем. Здесь мы берем еще одну школу, потому что, ну, детей нам надо доставлять. Каким-то образом, если у кого-то нет своего транспорта, естественно. Ну вот, они у нас будут таким образом по городу передвигаться. Так, ну все, у нас первый маршрут с вами есть. И автобусы поехали. Поехали, это хорошо. Первое, это у нас районная школа. Потом у нас с вами идет... Блин, а что ж я тут выделил-то? Мэдисон Резидентс Роуз. Так, давайте мы за ним проследим немножко. Так, сведения о маршруте. Модификация, обзор маршрутов. Нет, это все понятно. Это немножко не то. Вот, обзор маршрутов. А можешь мне его показать просто? Блин, показывать он не хочет. Ладно, это мне надо будет отдельно там просто перетыкать по точкам. Просто мы сейчас посмотрим, где мы оставили еще. Вот здесь, да, остановку. Начальная школа, да, замечательно. Мы с вами ткнули вообще куда нужно. То есть вот у нас пока первые автобусы. Они у нас строго по школам и медучреждениям катаются. Мне кажется, это как меня, как мэра, немножко мне дает, конечно, плюс. Так, но не хватает немножко рабочей силы. Ладно, мы с этим разберемся. И как бы зоны. Зоны, ребята, у нас все больше и больше востребованы. Так, сюда, сюда, сюда. Здесь тоже можете построиться. Вот с этой стороны, я думаю, тоже как вариант. Ребята, можете заселиться. Кому нужно, кому хочется. Так, вот здесь у нас построилась коммерция. Запиталась у нас кладбищем. Все хорошо. 1300 у нас с вами прибыль. Городок у нас с вами растет. Вот такой вот красивый. Опять дождик под конец серии. Но, блин, дороги, дороги какие-нибудь красивые в брызгах дождя. Поэтому, дорогие друзья, мы обязательно с вами продолжим. Всем спасибо, кто смотрел. Не забывайте подписываться, ставить лайки или дизлайки. Потому что вы взрослый человек и сами можете принять решение. Все, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok